Хвала Аллаху, мы продолжаем после долгого перерыва опять чтение Тафсира, как является уже нашим правилам Тафсира для того, чтобы вникать в глубину смысла слов Корана, для того, чтобы понять мудрость, для того, чтобы извлечь очень-очень много пользы, так как чтение Корана, чтение само по себе, оно полезно для души человека, для его имана. Человек получает за это награду, а чтение Тафсира прибавляет к этому еще глубокое понимание Слова Всевышнего Бога. И поэтому советую каждому периодически читать Тафсир, особенно тех аятов, которые для человека являются затруднительными, либо же он ищет какой-то глубокий смысл. Ну, как правило, хотел бы подчеркнуть Тафсир, он всегда должен черпаться и основываться на его основные принципы. А именно Тафсир, более правильный его смысл, настоящий смысл могут до нас донести только сподвижники, которые толковали и давали объяснение этим аятам. Сегодня можно видеть, либо же читать книги переводов Коранов некоторых авторов, в которых они там дополняют видеть Тафсира, не ссылаясь на книги ученых, именно имеется в виду хадисы, сподвижников, то всегда это вызывает определенное сомнение в правильности понимания, либо же трактования данного аята. И поэтому самое лучшее возвращаться к известным книгам Тафсира. Мы остановились на 151-м аяте, 150-м аяте. Сегодня мы разберем, иншаллах, три аята. Но эти три аята, они на самом деле очень актуальны и очень интересны. Allah subhanahu wa ta'ala говорит, И я буду поминать вас. По какой причине? По той причине, что я, Аллах говорит, отправил к вам посланника. Посланника из вас самих, то есть из людей. Первое. Allah subhanahu wa ta'ala выбрал посланника из людей. Не из ангелов, не из джиннов, а именно из людей. И более того, он говорит на понятном языке. Allah subhanahu wa ta'ala говорит, тот, который будет вам. То есть задача посланника, Allah subhanahu wa ta'ala упоминает дальше задачу, в чем заключается посланничество. В чем обязанность самого пророка? Allah subhanahu wa ta'ala? 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 Очищать вас. Что подразумевается послом очищения? Имеется в виду ахлях человека, его внутреннее наполнение, призывающим к высшей морали, призывающим к высшим нормам поведения. И поэтому мы видим, что посланник Allah subhanahu wa ta'ala сказал, я был послан для завершения высшей морали этики. И поэтому это говорит о том, что когда посланник Allah subhanahu wa ta'ala, своими действиями показывал хорошее отношение, поведение, этикет, то это было лучше даже признанного среди людей лучшего этикета, лучшего поведения. И поэтому Allah subhanahu wa ta'ala говорит ой за киком, тот который будет очищать вас. Имеется в виду очищать ваше дурное то, что в вас, в вас внутри, посредством призыва вас к лучшему воспитанию, к лучшему этикету, к высшей морали. Allah subhanahu wa ta'ala говорит, И тот, который будет вас учить в книге, в Курану, и мудрости, в сунни. Далее Allah subhanahu wa ta'ala говорит, И научит вас тому, чему вы не знали. Если мы сейчас посмотрим задачу пророчества или задачу самого посланника Allah subhanahu wa ta'ala, то это невероятный комплекс. Имеется в виду того, что непосредственно нужно каждому мусульманину, каждому человеку. И тот, который ищет истину, он должен обратить внимание, именно с чем приходили пророки. Пророки не приходили с тем, чтобы говорили, вот я пророк, поклоняйтесь мне. Они не говорили, я пророк, и нет Бога, кроме меня. Не говорили подобное. Но это говорит любой лже-пророк. То есть это говорит любой лже-махди. И мы сегодня можем встречать и видеть людей, которые себя называют пророками, махдиями. Цель одна – набрать определенных последователей. Решать и выполнять свои личностные, мирские потребности, либо же потребности человека. Все. То есть цель самая низкая. Но Allah subhanahu wa ta'ala говорит о величайших целях пророка. То есть когда человек задумается об этом, то он поймет, что пророк сам, Всевышний Аллах subhanahu wa ta'ala, желает от верующего величайших целей. То есть прямого пути, правильного поклонения и правильного следования пророка Мухаммаду. И Аллах говорит, и Он научит вас, и Он научил вас тому, чему вы не знали. До пророчества общество было невежественным. Не было у них достижений. Но обратите внимание, Аллах subhanahu wa ta'ala говорит, и научит вас тому, чему вы не знали. Результат веры влечет за собой величие в науке. И поэтому мы видим, что первыми открывателями, огромный вклад во многие науки, в мирской жизни сделали вклад мусульмане. В медицину, в инженерию, в математику, в алгебру, в биологию. Если возьмем любой вектор науки, то обязательно увидим, что вклад делали мусульман. Почему они сделали этот вклад? Потому что причиной желания и углубления и получения этого знания является средством их веры. Потому что это тавфик от Аллаха. Это удача от Аллаха. И поэтому Аллах subhanahu wa ta'ala научил верующих тому, что они не знали. Посмотрите историю. Кем были арабы, курайшиты в то время? Их не знал никто. Уровень их образования не был известным. То есть невежество было на уровне распространено среди них. Их считали как каких-то пустынных людей, бедуинов и тому подобное. То есть наравне с такими цивилизациями, которые были Византия, Персия и тому подобное. То есть кто такие арабы? Для них это были какие-то цыгане, кочевный народ. Но что Аллах subhanahu wa ta'ala сделал? Посредством веры Аллах subhanahu wa ta'ala, что сделал? Возвеличил их. Возвеличил посредством чего? Возвеличил посредством их вклада в религию. То есть того, что они добились. И поэтому сегодня мы видим много достижений. Науку, которую мы сегодня видим, вклад был именно мусульман. Что результатом этого всего потом является? После того, как человеку верует. Аллах subhanahu wa ta'ala говорит, далее призывает. То есть помните обо мне по причине того, что я не спасал вам и дал эту милость. И я буду помнить вас. Будьте благодарными мне и не будьте неблагодарными. Всевышний Аллах subhanahu wa ta'ala явно показал ту грань, которую каждый человек, абсолютно каждый, должен знать. Эта грань быть благодарным и быть неблагодарным. Грань заключается в том, что человек должен всегда помнить, и видеть милость Аллаха subhanahu wa ta'ala, которая у него, то есть дана ему Аллахом. И если человек не возгордится, если человек будет всякий раз эту милость относить и причислять ее к Аллаху, то Всевышний Аллах subhanahu wa ta'ala будет этого человека упоминать и восхвалять его в окружении ангелов и на небесах. Как об этом говорится в хадисе, который передает Саид ибн-Джубей, радия Аллаху аль, относительно слов Всевышнего Аллаха, в котором сообщается, что посланник Аллаха sallallahu alayhi wa sallam сказал о том, что Всевышний Аллах сказал, о сын Адама, если ты будешь помнить меня, то есть поминать меня тайно в себе, то есть про себя, то я буду также помнить о тебе, про себя имеется в виду тайна. Если ты будешь поминать меня в обществе, имеется в виду в окружении, то я буду тебя помнить, либо же поминать в окружении ангелов. Именно означает, что Аллах sallallahu alayhi wa sallam будет хвалить этого человека перед ангелами и будет рассказывать им о его достижении, о его праведности. В другой версии хадиса говорится, если ты в версии хадиса говорится, если ты будешь меня поминать в кругу в каком-либо, то я тебя буду поминать в лучшем кругу. Далее Аллах sallallahu alayhi wa sallam говорит, если ты приближешься ко мне на пять, пять это вот расстояние, если ты приближешься ко мне на пять, то Аллах говорит, я приближусь к тебе на локоть. Если ты приближешься ко мне на локоть, то я приближусь к тебе на ба. Ба это четыре локтя, примерно 3 метра. Если Аллах говорит, ты пройдешь ко мне шагом, то я побегу к тебе Этот хадис указывает и поясняет, либо же дополняет слова Всевышнего Аллаха Что означает фаскуруни, то есть Аллах говорит, поминайте меня И я буду поминать вас, то есть я буду упоминать вас Когда Всевышний Аллах среди ангелов на небесах Ангел им говорит о таком-то своем рабе, что он праведный, что богобоязненный, постящийся Либо же Аллах дает ему имена, либо же титулы, как постящийся, молящийся, поминающий Аллах Это не что иное, как почет для человека Более того, ангелы делают за него дуа Более того, ангелы на небесах среди ангелов говорят об этом человеке, что он из праведников Представьте себе, человек иногда ему нравится, его навстаковой Ему нравится слышать, что кто-то за него хорошее что-то сказал Например, вы встретили кого-то из близких И вам говорят, да, за тебя я слышал хорошее Вам становится приятно, что о вас дурное не говорят, о вас говорят приятное Представьте, человеку нравится в этом мире А насколько для него является почетным, когда его сам Аллах упоминает свыше себе небес Сам Аллах упоминает о нем свыше себе небес И ангелы между собой упоминают его Это не что иное, как величайшая милость Аллаха, которая человеку предвещает благо Что Аллах далее говорит в хадисе? Говорит о побуждении человека к тому, чтобы он искал всякий раз путь к Аллаху, поиск к Аллаху Аллах говорит, если ты ко мне приближишься на пять, я приближусь к тебе на локоть Если ты приближишься ко мне на локоть, я приближусь к тебе на четыре локтя Если ты пойдешь ко мне, я побегу к тебе Это все фразы, вся формулировка указывает на то, что Аллах желает того, чтобы человек приближался к Аллаху, искал путь к Аллаху, субханата И всякий, который начинает искать путь к Аллаху, Аллах облегчает ему этот путь Аллах не делает для него этот путь сложным, а делает для него этот путь легким Аллах, субханата, говорит То есть будьте благодарными мне и не будьте из тех, которые проявляют неблагодарность Аллах, субханата, любит благодарных рабов и не любит неблагодарных В чем выражается благодарность Аллаху? То есть это слова, благодарные, неблагодарные, это что-то общее А где конкретика? В чем выражаться должна благодарность? Благодарность выражается в упоминании Аллаху о его милости Первое. Аллах, субханата, дал человеку здоровье Дал ему силы, благодарность Аллаху словами О Аллах, хвала тебе О Аллах, благодарю тебя Первое признание того, что это даровано Аллахом Как в известном хадисе, который передает Абу Гурейра Прокаженный, плешивый и слепой Аллах, субханата, их троих испытал После того, как Аллах испытал их болезнью Аллах отправил к ним ангела, который что сделал? По воле Аллаха, излечил их от этих болезней И даровал им еще имущество сверху этого И после того, как Аллах их исцелил К ним пришел ангел в образе человека нуждающегося И который просил о помощи Пришел к первому, ко второму Они отказали ему Они начали оправдываться тем Что у них есть у самих нужда И то, что они приобрели, это их заслуга А то, что они приобрели, это потому, что они достойны этого И всю милость, которая у них была Они отнесли ее к себе Аллах, субханата, что сделал? Забрал это все имущество И опять вернул их в прежнее положение В отличие от слепого Который признал и сказал Я был слепой, и Аллах даровал мне зрение Я был беден, и Аллах обогатил меня Бери из моих животных то, что желаешь И оставь то, что желаешь И Аллах, субханата, оставил ему это богатство Сегодня люди Как Аллах, субханата, говорит В Куране о людях Они говорят Мне это даровано По причине Благодаря моему знанию То есть человек получает Образование Человек получает Должность Богатство И человек начинает Все эти заслуги Относить к себе Сегодня мы живем в таком мире Посмотрите все тренинги Сегодня посмотрите В обществе Призыв к тому Что ты идеален Ты сам себя построил Ты сделал Ты добился Ты просто супер человек Супермен И человек Проходя эти тренинги Без веры Он что начинает делать Когда он достигает Определенных достижений Он заработал миллион Он купил машину Он купил дом Он что начинает делать Он говорит Начинает говорить Это я То есть я это заработал Потому что я работал Потому что я обладаю Знаниями Потому что Потому что Потому что И тем самым проявляет куфраньяма, проявляет неблагодарность к милости Аллаха. И поэтому Аллах говорит, благодарите меня и не будьте неизблагодарны. Благодарность выражается первое, когда человек признает то, что у него есть, это от Аллаха. Второе, помощь тем, которые оказались в такой же трудной ситуации. Если это касается имуществ, то это выплата заката. Если так милость относится к знаниям, то преподавание, обучение и тому подобное. Благодарность не выражается просто в словах «О, Аллах, я тебе благодарен». Нет, благодарность должна выражаться в поступках. У нас мало времени, я бы не хотел углубляться еще глубже, потому что на самом деле эта тема, она очень обширная. Аллах, Субханна Таалли, возьмем следующий аят, Аллах говорит, «Я юга ладзина аману ста'ину без сабри и вас сара. Инна Аллаха ма ассабили». Аллах говорит, «О, те, которые уверовали, прибегайте за помощью к терпению терпению и к молитве». Поистине, Аллах стерпеливен. Обратите внимание, Всевышний Аллах, Субханна Таалли, упомянул в этом аяте два важных, можно сказать, спасения, или два важных той верфи, за которой человек должен держаться. Именно когда его постигают трудности. Аллах говорит, «Я юга ладзина аману ста'ину без сабри и вас сара». «О, те, которые уверовали, прибегайте за помощью к терпению». Когда человек прибегает к терпению и должен прибегать? Когда его постигают трудности и испытания? Когда он прибегает к молитве? Когда? Опять же, тогда, когда его постигают испытания. В хадисе сообщается, что посланник Аллаха, Салаллаху Алейхи Салям, всякий раз, когда его что-либо мучило, имеется в виду, что-то постигало его из трудностей, он тут же прибегал к молитве. И поэтому в хадисе посланник Аллаха, Салаллаху Алейхи Салям, говорит о удивительной жизни верующего. Если его всю жизнь сделать монтаж, сделать его, как мы сегодня любим смотреть видео, не больше одной минуты, то мы увидим его жизнь подобна дню и ночи. То есть вся наша жизнь, она подобна дню и ночи. Приходит день радости, счастья, спокойствия, приходит ночь, это трудности, испытания, горе и тому подобное. После этого приходит облегчение. И вся его жизнь такова. Но посланник Аллаха, Салаллаху Алейхи Салям, отметил следующее. Удивительная его жизнь. И в том, и в том положении верующий остается в выигрыше. Когда его постигает благо, счастье, радость, он благодарен Аллаху. Когда его постигает испытание, то есть он благодарен Аллаху, то есть он получает в этом пользу. Если его постигает испытание, трудность, он проявляет терпение. А благодарность в первую очередь выражается именно в молитве. Человек еще на послании к Аллаху, Салалям, сразу же прибегали к молитве. И поэтому многие справедников, изученных, и это я проверил на собственном опыте. только человека, когда человек слышит печальную новость, трудность или проблему, не общаясь ни с кем, даже не думая, как решить эту проблему, сразу, если человек совершит два ракета молитвы, сразу же, и после молитвы обратиться к Аллаху за помощью и проявит терпение, то решение не заставит себя ждать. Решение Аллаха не заставит себя ждать. Человек, что бы ни коснулось, трудности, беды, испытания, только как он узнает, прибегает к молитве, совершает два ракета молитвы, где бы он ни был, дома, в мечети или на улице. А затем проявляет терпение, то есть не начинает вдаваться в истерику, то решение Аллаха не заставит себя ждать. Ведь Аллах говорит И на самом деле я это проверял на собственном опыте. И часто читал об этом, и часто видел, как праведники говорят об этом. И поэтому на самом деле стоит испытать и стоит попробовать, а потом уже иншаллах больше привязать свое сердце к Аллаху субханаху ва-та-Аля. На следующем уроке иншаллах мы разберем очень интересные аяты касательно смерти шахидов, кто они такие, почему Аллах их назвал живыми, а остальных назвал Аллах мертвыми. Немножко углубимся иншаллах на следующем уроке. субтитры Продолжение следует...